Привет уважаемые зрители, а мы продолжаем сборку обновленного самосбора All-Inclusive. Многие спрашивают почему такое название, да потому что все основные детали механики и корпуса теперь сделаны за вас, специалистами на высокоточном оборудовании. Ведь суд данного проекта и заключается в доступности каждому, в легкости сборки и монтажа, в отсутствии необходимости использовать второй принтер, а также специальный инструмент. В этом видео мы установим механику на новые комплектующие, качественно ее настроим, проверим насколько точно прорезаны лазером детали и какие нюансы могут возникнуть при подготовке чертежей для порезки, на что стоит вам обратить внимание, чтобы получить качественный результат. Переходим к сборке рамы стола, а именно нарезанию резьбы М4, но будьте осторожны шуруповертом, такую операцию лучше делать вручную, чтобы не сломать метчик. Все-таки это двухмиллиметровая сталь, которая обладает более высокой жесткостью в отличии от предыдущего варианта на алюминиевых уголках. Теперь наша задача установить линейные фланцевые подшипники, которые мы прикручиваем винтами М4-8 к раме и как вы уже заметили, все отверстия просчитаны и пробиты очень точно. При этом погрешность сборки не возникнет, в отличии от ручной разметки, которая была сделана в третьем видео по сборке принтера на алюминиевых уголках, ведь точность позиционирования отверстий должна быть максимально идеальной, а в домашних условиях это сделать не так уж и легко. Установив подшипники приступаем к полной сборке и установке линейных валов, при этом аккуратно вставляем, чтобы не выдавить шарики. Наживляем фиксаторы валов SSF12 и фиксируем шестигранником, после чего переворачиваем и не забываем одеть боковую крышку электроники с обоих сторон, ну и также фиксируем SSF12. Теперь эту конструкцию помещаем в раму нашего принтера. Для начала фиксируем нижнюю часть, но предварительно нужно выставить максимальную симметричность относительно боковых профилей, чтобы рама стола у нас оказалась посередине принтера. Для облегчения этой задачи я использовал линейку, но самым лучшим и надежным способом оказалась самодельная лекала, вырезанная из пластика на скорую руку. В данном лекале я отмерил расстояние от края профиля до самого вала и тем самым достиг максимальной симметричности, а также этим лекалом я замерил расстояние между валами, чтобы обеспечить параллельность и соответственная легкость хода каретки стола. Моторы по оси Z мы устанавливаем на специально вырезанные площадки из 4-мм стали с помощью двух винтов М3 по диагонали, а саму конструкцию будем крепить на профиль Т-образными гайками. Вал ШВП нужно также правильно установить. Опускаем стол, одеваем из-под низу сам вал, также не забываем о боковой крышке электроники. Наживляем перевернутый верх ногами шкив, одеваем замкнутый ремень, одеваем муфту с мотором, устанавливаем КФЛ подшипник для фиксации вала и после этого переходим к тулке ШВП, которую также выставляем по центру отверстия рамы и намертво прикручиваем. Мотор с крепежной пластиной также фиксируем Т-гайками к профилю, при этом обязательно проверьте легкость движения, чтобы ШВП не закусывало. Вот теперь можно смело прикручивать боковую крышку электроники на Т-образные гайки. Для обеспечения синхронизации двух моторов оси Z и отсутствия перекоса в рамы я использую замкнутый ремень. И сейчас мы соберем специальный натяжитель. Для этого нам нужно нарезать в пластине резьбу М5, а по бокам вставить винты М4 с Т-образной гайкой. Сам же шкив приподнят от пластины благодаря гайке М5, которая служит еще своеобразной направляющей для получения максимальной перпендикулярности. Прикручиваем натяжитель к центральному профилю снизу. При этом натяжение делаем более свободным для уменьшения боковой нагрузки на моторы. Для проверки работы механики опускаем стол двумя руками. При этом плавность хода и отсутствие закусывания и заеданий даст вам понять, что вы сделали все правильно. Также не забываем замерить перекос стола. И с каждой стороны делаем замер линейкой или штангеном. От профиля до рамы. Соответственно расстояния должны быть одинаковыми. Это обеспечит надежность, точность и стабильность перемещения оси Z. На дне принтера я внес некоторые изменения и добавил 4 отверстия для крепления второй понижай. Она будет обеспечивать регулировки интенсивности освещения светодиодной ленты. Ну и как вы уже заметили я избавился от синей изоленты. А в качестве изоляции использовал прокладки нарезанные из обычной трубки. А теперь переходим к установке портала. Балка по оси Х сделана из черного металла с последующей порошковой покраской. Внешняя геометрия детали получилась идеальной. А внутренние размеры отверстия оказались прослаблены на полмиллиметра. Но так как в них должна быть нарезана резьба, то такая погрешность для нас очень критична. Дело в том, что специалисты при порезке лазером ориентируются по умолчанию на внешнюю геометрию. А вот внутренние вырезы и отверстия могут быть прослаблены на толщину реза самого лазера. В таком случае есть два варианта решения. Первый это сделать правильно, то есть корректировку размеров отверстий в самом чертеже с учетом толщины реза. Второй вариант более простой. Он не требует изменения чертежа. Нужно просто предупредить специалистов, чтобы они ориентировали все размеры на внутреннюю геометрию отверстий. Но в таком случае внешняя геометрия может быть немножко меньше, именно на толщину реза. Я воспользовался вторым вариантом. Но в этот раз ради эксперимента в компании Мартин Сит Плюс я заказал детали из нержавейки. При этом сделал уточнение, чтобы они дали хороший металл. Кстати, на мое удивление, весь набор деталей плюс корпус, но из нержавейки без покраски будет стоить всего лишь на 15 долларов от черного металла. Что для меня очень интересно, ведь в планах у меня есть и другие проекты, где можно эффективно использовать такое решение. В этот раз все отверстия получились просто идеальными. Отклонение даже не превысило одной десятки. Я принялся за нарезание резьбы, но к сожалению сломал метчик. Я решил спросить у ребят из Мартин Сит Плюс, какой металл они мне дали. Им оказалась сталь каразийная стойка жаропрочная 30Х13. Это очень мощный металл. Используется в промышленности для режущего мерительного инструмента, для изготовления пружин, карбюраторных игл, штоков, поршневых компрессоров и так далее. А вот поверхностная закалка отверстий произошла из-за высочайшей температуры самого лазера при порезке. Поэтому нарезать резьбу мне не удалось. Но я так просто не сдаюсь и решил хорошенько отпустить металл газовой горелкой. После чего на горячую нарезание резьбы происходит как по маслу. Кстати, если капнуть немножко машинного масла на поверхность, то нарезается еще легче. Но вот после остывания даже надфиль не берет. Такую же операцию я произвел с остальными деталями, которые дозаказывал повторно из нержавейки. Но давайте подведем итог. Для нашего проекта использование нержавейки не оправдано, так как она требует дополнительной обработки, полировки и по цене дороже. А вот черный металл на удивление обладает хорошим механическими свойствами. Отлично нарезается резьба, имеет красивый внешний вид благодаря порошковой покраске и низкую стоимость. Но так как я уже заплатил за нержавейку 440 гривен и довел ее до ума, то ее буду использовать в механике принтера. Вес балки составил 328 грамм. Если же прикрутить рельсу МГН12, то общий вес составит 580 грамм, что достаточно много. Поэтому я решил вернуться к предыдущему варианту механики с раздельными направляющими оси Y. Тем самым выиграл 100 грамм веса. Но в этот раз половинки балки сделаны длиннее и монтируются уже на трех винтах, в отличии от предыдущего раза, что обеспечивает большую надежность и отсутствие прогибания посередине. Прикручиваем 4 каретки по оси Y. Такое решение полностью оправдано, так как мы используем более тяжелый директ экструдер и достаточно большое плечо оси X. Каретка хотенда согнута очень точно, а нам лишь остается нарезать в ней резьбу М3. В отличии от нержавейки, резать можно даже шуруповертом. Не боясь замечек. При этом резьба держится отлично. Переходим к сборке. Изнутри вкручим два винта М3-40, а снаружи две гайки М3. Одеваем Crazy Hotend от Mellow Store. Наживляем 4 шайбы для улучшения обдува радиатора и одеваем вентилятор с последующей фиксацией гайками М3. Ставим кусок тефлоновой трубки. Надеваем BMG Aero. Фиксируем фитингами и монтируем короткий мотор. При этом проверяем, чтобы была плавность движения редукторной шестерни. Также не забываем установить Биотач в посадочное место. Вес конструкции составил 350 грамм. Прибавить вес каретки МГН это 48 грамм и мы получим общий вес с директом равен 400 грамм. Вес всего же портала составит 1100 грамм и это в принципе немного, учитывая, что у нас стоит директ. Перед монтажем обязательно проверьте параллельность всех профилей, иначе рельцы могут заедать. Каретки моторов и XY я не менял, так как резьба там не используется. Так выглядят держатели шкивов. Правосторонний справа, левосторонний слева. Механика принтера собрана без проблем. Все узлы вырезаны лазером очень точно. Да и внешний вид намного приятнее, чем те же детали, выполненные мной на коленках. Все-таки изготовление на точном оборудовании дает о себе знать. Переходим к монтажу задней панели, но сперва прозинкуем отверстия для винтов с потайной головкой. Спасибо зрителям за этот дельный совет. Крепить к профилю принтера будем винтами М4-6 с Т-образными гайками. В итоге получилось очень красиво и надежно. И вот друзья я подключил всю электрику и электронику согласно предыдущих видео по сборке. Установил кабель-канал от Mellow Store. Он показал себя очень достойный и намного лучше напечатанного кабель-канала. Одну сторону прикрутил к задней панели, продел все нужные провода и вторым концом прикрепил к крепежному винту мотора экструдера. Ремни натянул через прорези в каретке оси Х и зафиксировал втулками. При этом получил очень хорошее натяжение. Поверил в работу всей механики и электроники. Но еще предстоит установить боковые и переднюю панели, допечатать нужные элементы обшивки и привести в надлежащий финальный вид. После чего сделаем серию тестов работы этого девайса. На этом, друзья, я буду прощаться с вами. Не забывайте, что под видео вас ждут полезные ссылки из Китая. А с вами был Макс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!